во имя отца и сына и святого духа аминь евангелие от матфея 24 глава 42 43 стих и так бодрствуйте потому что не знаете в который час господь вас приедет но это вы знаете что если бы ведал хозяин дома в какую стражу придет вор то бодрствуй и не дал бы подкопать дома своего совсем мало людей и к слову божию не приучены вот стоят на богослужение на расцваковано славянский язык не понимают но стоят как выходим из библии все мигом ребятишки туда и вы же видите что делается богу принадлежит десятина десятина это богослужение а 9 на наше а вот 9 то как раз нам и не дали из того что мы выставим здесь 24 часа девятая часть десятая часть богослужение должно быть а 9 десятых проповедь это по смыслу понятно богу принадлежит это молимся а когда говорим это нам бог говорит но сейчас постарайтесь вернуть детей уже закрылись они не слышат ничего вы уже потеряли кое-кого остатки потеряете чтобы вам это сказать у меня ушло на этой десятки лет добирался до этой темы и сегодня тема такая которая не в теории а на практике вы каждый можете себя проверить на какой ступеньке стоите и на какой версте мировая история стоит посмотрите там все здесь я привяжу провожу место сейчас открывать 31 место из библии только зачитать придется 31 вы хотя бы одно запомните уже хорошо будет от повторения мать учения приходит говорить буду о том что надо спешить мы многое в жизни потеряли за то что не спешили не знали что главное главное в жизни должно прямо написано где-то и быть если этого не напрасно я родился если проще и проще сказать просто стрелку поставь и напиши я должен быть в раю и напиши хоть ну мысленно как-то бы где-то вот мои мусульманских странах где были заходишь библиотеку но на полуподвальное помещение там они на первом этаже огромная стрелка комнаты для намаза до нас в россии за 2000 лет этого не было чтобы какое-то учреждение прийти и было написано комната для моления нет этого а почему а мы безразличны они пришли намного позже нас писание говорит и последние пришедшие будут первыми я вспоминаю хотя не во всем и согласен был отец димитрий смирнов он был как правая рука патриарха по силовым структурам и по взаимоотношениям семье это очень сложные должности были и он я просто его воспроизвожу чтобы вы поняли и память его совершить вот сейчас сестра подошла батюшка отец димитрий можно вам вопрос задать я сразу соображаю говорит такой вопрос зададут что и не знаю еще ответить давай махнул рукой давай она говорит батюшка когда я еду автобусы не ходят а такси идут это съела машины я не знаю кто там но оказался мусульманин доехали я слажу деньги даю не берет мать да ты что ты же молиться едешь а ты такая пожилая ты может быть вспомнишь и обо мне помолишься но если это русский он обязательно возьмет я на работе а он не на работе и он приводит один за другим пример и говорит здесь будут жить другие люди но бог отвергают целое царство уничтожает это она сговорится прошедшие недели где вы кому свидетельствовали о боге когда вы сказали я не спасем я уже понял я не спасем у меня на занятиях шел один мужчина рассказывает техническом университете там 18 лет его занятий через нашу сестру и людмила степана он пришел я вот наконец-то поверил говорит знаете я не хочу но внутри меня такая радость идет я говорю что вас тронуло я теперь поверил что я неверующий я думаю то огорошил мне он поверил что неверующий всякое ложное что на нем было навешано это номинальное название под патриаршем православное исчезло все я понял что я ничего не знаю мне нужен христос чтобы осознал человек что все развалено надо увидеть это развалины а если их нету а если нету создать надо развалины пророка избирает бог избирает так как он не думает человек начинает когда понимать что это такое начинают упираться как ереме избирает бог он я молод я не могу перестать я избираю тебя тебе будут короли слушать все тебя это книга ереме я передаю своими словами что понятно было есть фильм такой еремея так и называется как боязно смотреть на это как он начинает говорить и перед ним другая картина разворачивается вот православные сейчас стали ставить какие-то небольшие такие фильмы там может быть на 20 минут где-то и там все называется в притче в притчах и один настоятель заходит в храм полный храм молчание теперь ему открывается кто что думает этот смотрит а вот этот парень хороший наверное буду моей дочери подошел а то стоит и думает давно я уже замужем не было а вот это тоже она думает и что что думает у него голос раздается и слабенький такой голосок где-то молится он туда все через людей пробрался девочка стоит на коленях и плачет папа запился совсем мамы нет а мы одни и как мы жить будем вот это молитвы горит дошла это очень много сказано в этом стоите вроде в этом василий блаженный ну и царь говорит вот видите как хорошо что храм он говорит на храме сколько было полтора человека только было как полтора остальные не молились половина службы ты то чем думала бы извести семента то не было как завести на воробьевую гору храма ты об этом думал да половина служб тебя не было но я стоял молился больше никого не было вот сегодня если нас посмотреть чтобы дворы за заряд общим о чем думаем и написано в священном писании это я уже кроме 31 место другие на память буду говорить господь говорит через апостола павла как я думаю духа святого имею и так мы на ресталище на стадионе жизни и так многие бегут но один получает награду и так бегите чтоб получить я бьюсь не так чтоб воздух бить любить только наверное ну я уж как бы не по делу скажу тренируются люди здорово в этом бегают не досыпают учатся какими методами достичь высоких результатов у нас это есть ночь дается для чего для сна за то взгляд нет не только для сна для чтобы душу омыть слезами как все овощи и все росою покрывается все слезит в это время и так псалом 126 с 1 по 4 стих стиха стиха напрягитесь и себя как бы вставьте в эти события как у меня дело обстоит с тем что считается если господь не созиждет дома напрасно трудится строящий его если господь не охранит города напрасно бодрствую страж напрасно вы рано встаете поздно просиживаете эти хлеб печали тогда как возлюбленному своему он дает сон вот наследие от господа дети награда от него плод чрева что стрелы в руке сильного то сыновья молодые даже человека речь идет о том что все должно быть благословенно мы стали строить вот рядом посмотрите строится я обошел вокруг страшно смотрели даже по пятницу было двадцать один этаж когда в барнауле первый раз семиэтажный где почтам построили два здания 7 этажей 2 настроили мы бегали смотреть больше пяти не было двадцать один и на каких-то столбушках стоит и чуть-чуть тряхни никого не останется я сам строитель прорабом был вокруг обошел голова закружилась и все прошел заснял и это все кончится и сгорит земля и все дела на ней люди этого не знают мы должны им сказать но бог расположил я успела евангелие там еще подарить это бог так делает не знаю все эти не меня так тревожило люди ходят непогода туман тут был снегопад и они там на это веркатуре а мне со двора хорошо видно я до того переживал за них мне говорят да не ходи я говорю молитесь я все-таки пошел туда и вижу что они зря там помолился вокруг и с собой евангелие взял и так иеремия 1 12 мы должны чувствовать чего от нас господь хочет в этой жизни я бы не родился хуже было или лучше и там где я живу там лучше бы без меня было или плохо было к слову сказать я выезжаю потеряю у нас умерла сестра на 94 году 25 лет уже серафима гавриловна плотникова и мне что понравилось хорошее дело андреал истинов гроб я даже посмотрел и думаю вот вы мне такой сразу пошел заплатил деньги сказал где доски лежат и сделай и он два дня назад выставил через брата я его всем стал говорить что златоуст говорит о смерти не смерти бояться надо греха какие ответы будут все же прочитали златоуста и стали говорить о какой хороший я тоже себе такой хочу крест какой изображенный сходил на 6 взял плашки такие сделал около мамы лег на землю и застолбил где меня похоронить а то уж как был сделать надо об этом думать помни последнее то есть о смерти мы даже рассуждать каждый день старые люди выдавливали из бревна домовину без досок просто туда лег и все и они его держали и иногда там и спали в нем них никакой страсти не было сегодня с ума сходят сколько везде сегодня выставляет списки сколько людей где умерли как на футбольном поле падают как снопы и все показывает какой-то молодой 19 лет мы все под этим это мор и не кто это делает что не наше дело уже до конца мы не узнаем и даже только молиться за всех и за правителей и те которые что-то как-то не так обратили господи обращаются ли почти каждый день новые люди приходят и вы знаете это новые которые не знали нас и много лет смотрят и приходят и каются принимает православную веру вы помогите нам молитвы потому что все завалено вокруг а риме бог сказал поставят меня разрушать в дребезги все ломать а потом будешь строить и когда где-то раз два вот после бомбежи сначала надо убрать этот мусор так и риме 1 12 господь сказал мне не ты верно видишь ибо я бодрствую над словом моим чтобы оно скоро исполнилось и дальше и было слово господни ко мне в другой раз что видишь ты я сказал вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера и сказал мне господь от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли ибо вот я призову все племена царств северный говорит господь и придут они поставят каждый престол свой при входе в ворот иерусалима его вокруг всех стен его его всех городах иудейских вот мы когда идем видим вот можем так и ничего особенного дерево миндальное видит ну ведь видишь какое оно как я бодрствую над словом моим либо еще писали видимо и жест был мне тут позвонил митрополит я к нему пошел там встретились когда было и мы беседовали полтора часа примерно беседовали я говорил 1 час 9 минут и потом только сказал лобика новых пару слов мне скажите но он и сказал пару слов которые меня еще больше подстегнули золотые слова не умолкайте и мы назвали миндальная повесть я принес миндальные веточки положила в миндаль засветет это означает о воскресении из мертвых одно только дерево которое у есть она открыто писание показано как напоминающий воскресенье что ты видишь миндальное дерево но мы видим березу о чем речь ничего думать но видим что-то несчастье но можем и здесь какой-то для себя выгоду или не выгоду там прояснение это я мог быть там сколько об этом пишут сколько умирают о которых мы слышим при том люди высокого звания высокого до министра и выше а это мог быть я нас сегодня писание вы спешите чтобы получить торопитесь бодрствуйте даниила 414 я взял из разных книг библии который даже занял вообще не читаю слушайте тут с большой буквы одно слово будет говорится повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено дабы знали живущие что всевышний владычествует на царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми что сегодня это во всем мире совершается этого без божьей воли нельзя сделать бог попустил потому что мы лишние а бога не славит человек напрасно родился не о нас это говорится сегодня могли прийти кто-то но батюшки нет их нет они не не болеют ничего это уже в моду взято они уже знают а чтоб прослушать и я убеждаю на занятия оставайтесь время совсем мало осталось нет как игры ты и шампанского пробка вылетает все кто кончилось уже никого нету остались которые постоянно бывают а постоянно не все бывают а ведь мы проходим слово божие говорю заведите себе skype это стоит пять минут всего только у нас идут занятия по интернету 11 раз только изучение слова божие каждые два часа молитвами а молитвы сигналы раздаются по дороге едет он сразу участвует ну ты не можешь у тебя такая работа но все равно ты на занятия сможешь быть потому что они по поясам идут мы только отмолились и следующее ну какая там часовой поезде и так до москвы и дальше идет это больше нигде в интернете нет абсолютно точно говорим что маленькая такая группа как называют благовестнической 11 занятий за одну неделю и люди которые ведут занятия все знают слово божие святых отцов каноны церкви жития святых и берут то что у нас есть на столе опыт не никогда его не обойти никому я сегодня еще раз призываю вас пересмотрите распорядок воскресного дня тут все равно у нас тут служба тут бывает богослужения только в субботу и и воскресенье и воскресенье это куда торопитесь я знаю что ничего у вас больше нету одна скука смертная заведите скайп и сделайте чтобы вам был это не так дорого стоит там все доступно мы беседуем друг друга видим какая беда кто заболел кто умер кто поехал все сообщают и сразу участвовать молитве только помолились сообщают все у ребенка температура другая этих сообщений кажется конца не не будет и все с аллилуйя заканчивается неделя прошла и из-за тебя никто бога не поблагодарил что ты живешь что ты делаешь и все поминают нашего брата который устроил это все нам толчок дал к этому и все интересуется его здоровьем брат сергей он начал первый то а теперь это ком такой образ что любого идола раздолбит матфея 26 41 в той же закладке я говорю о бодрствовании о поспешении не умеет не медлить надо везде спешить только медлить надо на богослужение и на чтение слова божия на молитве торопиться не надо не искушай господа бога написано потому что ты очень молился тут и забыл еще что домолился ко мне заехали тут молодые люди что у нас служба была 12 часов 12 часов но вы хоть отдыхали ну да ходили там выходили то другое а как ваш храм называется кое-как сказали как я говорю а что назначает ни один не сказал это в возрасте до 25 лет понимаете это трагедия вы любому сектанту самому ничтожному покажите библию скажет библия скажи что такое хри кто такой христос он может ответить он не церкви но они все время занимаются все время ну не кто-то пётр мещеринов это игумен московского патриархата но есть все российская на нашей этой концепции федерации молодежь он над этим главный то есть данилов монастырь и он там наставник и и все играть юноша одного не стало и а потом встречаю в городе в москве все это дело а где ж ты был я ходил везде по храму где проповеди нигде нет и тут меня позвали баптиста пришел что говорят хоть и не так то хоть что-то говорят потеряли человека который ищет который любит господа если одна душа по вашей небрежности погибнет о священники вам не хватит всей вашей жизни загладить эту вину святой аннатоуст один митрополит на пасху вышел самую короткую проповеди сказал христос умер будем плакать испанился на колени трудно пройти такие большие проповеди но и маленькую такую тоже не перескочишь в раз когда мы плакали от того что не успели потеряли меня бог ждал я буду там а там не было бог ищет то стал бы в проломе стены не нашлось никого он прямо видит пролом проломили в доме божий там всякие ереси ползут ну кто будет защищать а что ты защитишь когда они защищены так марка мы еще мафея не прочитали 26 41 бодрствуйте и молитесь чтобы не вкать не впасть в искушение дух бодр плод же немощно тащит молись о том что начал засыпать плоть немощно молись это уйдет надо говорить так чтобы доходило я вот говорю кое-что не из писания зато усть тоже много брал из того что надо или кого-то где-то простите мне это вы слышали такое имя шаляпин федор иванович ну сравнивать его не с кем один и он послушал как готовится не выступать любой заснет почему не верят вам когда вы говорите махнул рукой и вышел ну прошло там несколько минут он открывается резко дверь весь сажи и кричит пожар гореть наше учреждение как все рома ломанулись дверь нас и дать а просто показал как надо говорить а мы говорим о пожаре над всей землей сгорит земля и все на ней и человек еще носом клюет дышать я совсем не могу так сделать чтобы вас пробудить и дальше марка 1315 13 35 и 37 и так бодрствуйте ибо не знаете когда приедет придет хозяин дома вечером или в полночь или в пение потухов или поутру а что вам говорю говорю всем бодрствуйте вот так а то когда-то коринфянам написано я какое отношение господь добавил всем говорю это бодрствовать это означает разумно смотреть на все бодрствовать не попасть какую-то беду какой человек умный умный говорит знает как вылезти из любой ямы а кто мудрый мудрый знает как не попасть туда что тебе лучше подойдет сюда сначала запутаться а потом вот я не неправильно женился то другое на скорую руку на долгую моку не спешите времена такие что не об этом думать надо далее лука 21 36 хотя говорят об одном но с добавками мы за них зацепимся как бодрствовать и так бодрствуйте на всякое время и молитесь да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий предстать пред сына человеческого избегнуть и предстать а те макфей март не говорят об этом а вот теперь мы читали луку и он добавил евангелий от луки самое длинное почему а вот со христом то не был а он пошел другим путем и как многие начали писать он прям начинается вступление делать то и он всех расспрашивал и о божьей матери где написано здесь и при сейчас о марине не это нету нигде один кто-то писал а с это станок всех не был и видел сравнил этого нету и все себе взял больше о чем говорил антони великий как пчела по разным цветам летает отовсюду нужно брать апостол павлик критяне говорит утрогал живое как критяне говорит как один там поэт сказал он прямо говорит и писание это записано мы просто не знаем дальше деяния 20 глава 31 стих не я говорю запомните меня здесь нет смотрите сюда это говорит бог вам сейчас а так говорит дух святой посему бодрствуйте пометую что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас я не могу так мы не надо удерживаться чтобы не заплакать а павел не воздерживается я молился со слезами и днем и ночью бодрствуйте и как было тяжело когда он собрал пресвитероп а тогда пресвитером назывался епископ одинаково и говорит станут лютые волки у нас а далее горит из вас самих вас станут люди которые голубых привратно чтобы увлечь за собой что поклонялись платили свечки покупали и проще как это можно было сказать волки это все люди которые против там которые боролись против времена тогда потом фашизм коммунизм безбожие масонцы все это только волки а это лютые волки они все научились прикрывать священным писанием для чего сегодня эти семинарии академии и вы это знаете поэтому авторитет для нас должен прежний остаться на первом месте слава божия а нам говорят в много мест приводите из святых отцов и ни одного а я пойду к сектантам они не знают святых отцов не надо прочитай это они любят библии засыпись на это с нашими трудней говорить они библии не знают они не знают ее а мы-то давно ли это узнали и чтобы непрерывно были на перед нами надписи везде как у иудеев это повеление божие на косяках а мы до потолка подняли их 1 петра 1 13 петр неграмотный рыбак нас научится сейчас неграмотный посему возлюбленные припояса в чресло ума вашего бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении иисуса христа смотри как припоясает ум свое вожделение сколько поэзии в этих словах почему бог сказал ему это и он записал и 4 4 глава 7 стих это же послание впрочем близок всему конец и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах бодрствовать в молитвах пожилая женщина вчера по интернету заходит ко мне я слушаю вас так нравится я не могу перестать материться я поговорил с ней но ты хотя очень хотела бы избавиться от этого оказалось сегодня нам за нас много написала и тяжелейшем состоянии ну а как ты будешь делать от рука тянется к чему-то к выпеки ну то ударь хотя бы по руке отсеки руку я не призываю отсекать но говорится если глаз вырви глаз прямо господь говорит то есть кто у тебя является как рука и глаз отсеки общение с кем ты живешь кто-то узнал язык свой не можешь укоротить никак я грубо лавка есть есть ну проткни язык ну уж и в нос кольца вешают везде проткни его и застегни но туда три часа не зайдешь кровью ты да все что пишет помогло видимо сделала а что дальше теперь молись выпивай слово божие и ты увидишь как это она уже на учете стоит и на родные смеются психиатрия там занимается уже она не может у тебя во рту сидит демон нам прижал человек одетый такой видный у меня все есть могу полпотерявки построить но материться не могу бросить побыл с нами моему отказали я с ним знаю что но посмотреть как люди живут без матов здесь они не нужны я громил тогда было все 72 года ни одного слова за всю жизнь не сказал даже никак а как хотя отец у нас употреблял эти слова окна мне пристала а тут у нас в лагере были дети одного отец глухонемой а дети матерятся до конца не мог вас этому научить это значит что не глядели где дети там пришлось строгие меры и как будто бы исчезла надо какие-то меры принимать не просто так объяви пост молитву друзей призови 5 глава восьмой стих где же петра 58 трезвитесь бодруствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить избавиться никак нельзя от него только бодрствуйте и молитесь вот мы говорим но у нас-то хорошо тут какой-то дьявол а когда считаю жития святых макария александрийского и антония когда спрос макария идет дьявол а куда ты идешь куда на литургию ты на литургии бываешь он говорит ни одной белье не бывает и он тогда решил открой мне господи видно стоять или нет а там кабан стоит дикий век александрийский макарий ведь он готовится к счастью идут люди причащаются сегодня я причастник а он видит как черные эфиопы месяца здесь и людям в рот уголь толкают а священник то подает тогда в руку подавали ангел незримый говорит рукой уносил причастие никто больше не видел за 19 января его жития я все удивляюсь как могли такие пропустить вещи а ты теперь везде посмотри это вот только думаешь как бы сейчас вырваться домой а кто тебя тянет будете искать от моря и до моря и дети ваши не найдете отключат электричество все погасло ничего нету сегодня такие законы сейчас вот-вот добивать будут нас никто не тронет мы во первых молимся как не тронет то есть не по не погубит смерти не надо бояться бояться надо только одного не войти полное содружество со христом и оказаться без него это рядом рядом с нами потому что дьявол ходит на все это тот а смотри два брата живут я просто примеры говорю два брата живут один верующий другой нет и одинаково убоих дети они видимо двойняшки были и он и говорит вот ты орлик открывает воскресенье только основной колхозная поля вода течет а гражданам воскресенье и а от и церкви у тебя я бы не половина засохли но воскресенье сегодня вот воскресенье надо работать я знаю другое еще воскресенье будет и есть и придумали крючок за машину цепляться летом вот она на чем-то они и на повороте и бросила прямо будет под машину сразу мгновенная смерть и обоим сказали тот ничего не находит лучше петли у него все было для ребенка а этот сотворил молитву господи ты дал ты взял научитесь эти слова его говорит он в один день потерял 7 сыновей и 3 дочери и бог дал бог взял 1 коринфянам 16 13 14 бодрствуйте стойте вере будьте мужественны тверды все у вас да будет с любовью прошу вас братья вы знаете семейство стефанова что она есть начата кх и и что они посвятили себя на служение святым будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся видите каждый добавляет слову бодрствую другое и в слове и в тем что кому-то помогать надо я опять не знал помогли без меня ты первый должен услышать другим сообщить тот погорел тот беда какая-то как помочь и спешить на этом многие бегут на листалище а ты первый перехватил опять если поспешают везде и вся награда им будет а мы останемся в стороне колоссиным 42 будьте постоянны в молитве бодруствуя в ней с благодарением благодарением за все получил или не получил ты молился и не получил вы вспомните исаак молился у них позором считалось неплодная жена молится год-два спрашивать ну как нету ничего любит все как надо 19 лет и ничего нет а на двадцатом двойняшки и бог испытает одному говорит а сколько у тебя сыновей один принеси его в жертву возьми нож и зарежь это все приписывали свое время баптистам у них там тут 124 кажется 2 западная северо-западная и там под подполом нашли сколько все это писали ничего этого не было конечно арестовать на людей и сажали прям пачками около 30 человек не вернулись никогда домой в этом все стране они стали соглашаться с тем что как верхушка продалась у них детей не водить до 16 лет чтобы их не было крестить нельзя без их разрешения и создали они один комитет и везде люди вывели которые вывели и образовалась параллельная структура я к тому говорю что мы должны вот эту параллельную структуру создать внутри себя грех ну отстранись от него ну такое то и сейчас показывает что там делают выходит вижу митрополит стоит как говорить проповедь я настроился слушать его митрополит очень известный уж можно и сказать даже кто он говорят он был исповедником и исповедовал президента нашей федерации шевкунов митрополит тихо и он говорит маленько только поговорил из-за знамена и к словам он остановился это в интернете статья беру ниоткуда тут уже без подмеса женщина а сам за жест держится это почему же на день я тебе сказал на день он говорил проповедь он забыл за все а сам уже три надел на себя и он и начать и монашеское деяние еще носишь ты такая во время проповеди в храме один человек который есть и когда я с одним за встречался еще было со священством я сказал у меня молитва вдруг возникла об этом человеке митрополита и каждый день я молюсь и даже там люди которые были епископ с названием это серьезно я говорю а что я сказал да ничего а почему здесь не знаю о нем такая тревога была когда его покорку положили еще и сейчас там без монастырь говорит по швам трещит вот какое дело почему я прошу только для того расскажу что помолились о нем сам по себе человек хороший но вот эта система это колесо заломила его и боязнь вчера столько видела хоть если плотен согласно не убирает плащи пластили и мы как будто не знаем живем вчерашним днем господи помоги эпидемия мор захватила весь мир этого бы не было выступают митрополиты которые прямо стоят на истине это не имеет значения что люди говорят мы должны молиться и за тех кто это все создает а что это создается это не естественно неприродное это никто этого не скрывают никак это все выращено было и я к тому же говорю никого не проклинаете никого не бойтесь будьте радостны молитесь о всех я в молитву как-то пропускал там еще если ларион алкей где-то и и вдруг я смотрю два ролика про апостола до того хорошие поставил по тем местам проехал у него так голо я сразу включил молитву буквально завоевал меня и молитва нем идет легко я попутно хочу второго поставить это люди которые нас в россии живут которые большой сан имеют и они нуждаются в духовной поддержке а бог знает чья молитва будет искренне предана откровение 3 2 это еще не все половина только я хотел нас и счастье делить думаю нет другое будет в следующий раз бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны пред богом моим я к себе могу здесь и к себе утверждай тех которые близки к смерти вроде еще теплится вроде еще верующие а уже что за что за всю жизнь сделал где там спросится другое с пустыми руками пришел или нет еще раз говорю от у баптистов у нас есть из баптистов которые пришли они знают о что я говорю правильно так написано там поется в них не хотел бы я бесплодным к трону господа прийти хоть одну хотел бы душу снова по один в руках нести они это понимают а мы не понимаем даже свои родные близкие то ну что живет там какое влияние твоем как они убьют как тебя вспомнят нас тоже господь со всех сторон придавливает любовью своей к этому краю никого не бойтесь запомните это люди умирает от страха я посмотрелась вчера опять 50 с лишним молодых людей и все а все спортсмены все которые что-то сделали и все падают мертвые а это могу быть я я их не знаю ни одного а там показываю там и фотографии все время когда было мы стоим перед самым последним поворотом истории в израиле объявлено о пришествии машиаха насколько достоверно не знаю а этом это не машах это не ругательное слово машах это наш христос мессия мессия чем мы предстанем столько мы слышали бодрствуйте говорит и что близкое к смерти уже совсем человек едва теплится укрепляйте его обратите на них внимание почему их сегодня нет изберите кто с вами живет некоторые нуждаются они как только отходят через неделю они дальше уже покатились под низ и каждый раз обещают больше со мной этого не будет просто поглядите кто около вас не живет кого посетить на больного мы знаем надо посетить а больной душой разве не касается побеседовать рассказать и далее откровения 1615 это нам бог говорит сегодня через слово божие все идут как стать блажен бодрствующий и хранящий одежду свою чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его а что такое одежда это говорит святость праведных какой одежде мы одеты как посмотреть мой а что у тебя такая одежда что ты как бомж но перед богом другое и апостолов что у них там было и они не прилиплялись к этому были жития святых у которых написано ничего вообще не было вообще ничего как они ходили непонятно один там серапион такой сидит евангелие прижался по дереву кто-то идет а кто тебе раздел он он сделал и меня на евангелие показывает она меня раздела а потом и евангелие отдал видеть а там ничего нет я в жизни это все испытал я начинаю проповедовать а в это время все сидит напротив человек прямо лютует его не касается почему ты так не знаю тут агитация занимаетесь но вообразите дальше картину вообразите открыто окно хороший воздух он евангелие выхватывает из рук и в окно выбрасывает что я не он должен думать ну я посидел маленько вышел в коридор я тут частями буду говорить и он за мной вышел прости меня еще наделал все еще поругался а на вас я сам не знаю что со мной сделалось потом мне встретятся люди и они рассказывать ягоды около самой линии растут и мы сколько лет искали евангелие нигде нету и мы молились господи пошли нам бог с неба послал нам мы видели как она падает евангелие получили прям горит ягоды берем евангелие падает с неба то есть поезд проходил они увидели вот я теперь понял все нашим скорбь не надо в радость всегда притворять даже не по нашему даже я не понимаю аллилуйя пой псалмам 80 10 стих мне тогда бубином 89 этот у меня каждый раз как амишто написал 89 есть открытых 10 тыс и если заклад мне и нашли не И лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Говорят, ну время летит, а оказывается не время летит, мы летим. Показали маленький такой шедевр буквально. Женщина рожает. И видно, там сидят люди, рядом за руку держат ее врач. Форточка открыта, и вдруг ребенок вылетает. И дальше взрослый, меньше, и уже под облаками где-то на землю, и кладбище он падает раз, ну в течение двух минут, вся жизнь проходит. Удар такой, пыль поднялась, и ничего нету, все закрылось. Мы летим. Вот здесь фотографии у нас висят. Вот спроси сейчас, сколько фотографий? Вы математику не любите. 102 фотографии. В какой церкви 102 фотографии? И вы посмотрите, половина нету. Кто-то умер, которые дети выросли неверующими стали, и есть кто-то переехал куда-то под разными предлогами. Их нету. Вплоть до епископа и все остальное такое. Это ты посмотришь и скажешь, а я слышал, в 89-м псалме сказано. Прилепите это к делу. И 147-й псалом, 4-й стих. Посылает слово свое на землю, быстро течет слово его. Значит, чтобы было слово быстро, понятно, быстро. А как оно течет? Ну, где кто видел, как слово течет? А вот если стояло здесь не два, не три человека, а 33, и каждый понесет и в разные стороны, оно потекло туда. Кто жаждет, иди ко мне и пей, говорит Господь, Иван Гелетяна 7,37. У того, как сказано в Писании, щебо потекут реки воды живой. К ты куда бы ни поехал, о чем бы ни заговорили, где бы ты ни был. У нас есть люди, которые краем уха услышали разговор и пришли в нашем общении, находятся. Хотя проповеди там не было. Они заметили, что женщина подходит к полке и берет с молитвой хлеб. И она сразу с ней заговорила. И вот что получилось. Итак, Бытие 1915. Я слово торопись хочу показать. 1915. Когда взошла заря, ангелы начали торопить лот и говоря, встань, возьми жену твою, двух дочерей твоей, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Оттяни детей от всяких телевизоров, от всего, это садом. Возьмите под контроль, чтобы они могли смотреть только божественно, только полезно. Это ну, про природу там, про звери, это можно. И вот из этого садома ангелы торопят его, а он не торопится. Почему? А там все осталось. Вот сейчас забирай. Вот меня арестовали когда, а у меня там все готово. Я распространяю, размножаю. Меня уже везут, а я все еще там, дома. А Господь показывает, другое придет время. Тебе это ничего не надо будет. Вот мне, человек, сколько, чтобы поговорить с каким-то городом, вызывали все главпочтам, кабинки, кабинку. Теперь все исчезло, нигде нет. А почему? Не надо этого ничего. И многое, что мы сейчас видим, оно временное. Итак, Экклесиаста 5.1 Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово пред Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои, да будут немногие. Никогда не оговаривайте. Если начинаешь говорить, особенно в семейной жизни, где бывает, ну не успеешь слово сказать, уже в ответ, не такой, я там не был, я там... Ну промолчи маленько, эти слова пусть прорастут. Не этот, другой раз, ну было же это. Ты судишь другого, а ты никогда не судил, никого Писание говорит. Ну не так уж строг будешь, что тебя-то осуждают. Если тем более никуда дальше не идет. Другое дело мешает проповеди. Всякую скверную говорить, чтобы никто не слушал. Ну это уже безумие и просто сатанизм настоящий. А просто по житейским делам, ну не на каждое слово надо обращать внимание. А он сказал так, а я поэтому не приду. Совсем никуда не годится. Бытие 18.6.7. Я слово спешить хочу раскрыть. В каких моментах надо нам не пропустить этот момент. Перехватить инициативу. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей, поскорее замеси трясатой лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленную и поставил пред ними. А сам стоял под них под деревом и они ели. Он ни крыльев не видел на гостях, ничего нету. Сара, по-быстрому, замеси. Да что, у них времени нету? Или у меня, у него времени позарез было. Надо всегда спешить. Любое дело доброе. Вот мне сестра, вот я как приехал, она за один месяц меня протащила по всем учреждениям. Еще надо сделали. А я за 30 лет этого сделать не мог. За 30. Почему? Да я не касался к нему. Все, думаю, обойдет. Льготы, которые мне положены как репрессированную, реабилитированную, я ими не воспользуюсь ни разу. А сейчас за все эти мотарства мне в месяц будут насчислять 620 рублей. 620. Хоть за мусор заплатить хватит где-то. Понятно как? Я за это так благодарен Богу, где мы были. Дальше. Исход 32.7. Я к тому, что спешить надо. Она сама не разговаривает. За руку меня и пошли. И я так благодарен Богу, что вот такие у нас активные сестры и братья есть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Никто так не препятствует живой пропаде, как священцы сегодня. Народ развратился. Они играют на этом. Десятину взять не могут. Торговлю убрать не могут. А где десятина, там торговля не нужна. А у него ни у кого нет членства, то нету, а кто будет платить ничто? Торговое отношение, я Богу заплатил, отстань от меня. Дальше пошел. И читаешь страшные вещи. Что делается? Священника сейчас осудили от него. Более пятидесяти мальчиков растлил. Растлитель. 24 года, ей кажется, 6 месяцев дали. И в строгом лагере. И стоит прекрасная борода у него, как одетый, как руки поднятые. Никогда не подумаешь. Я его со всех сторон осмотрел. Ну, приятно смотреть. А когда все это выяснилось, суд уже закончился. Все. Пятьдесят с лишним. Как можно было это не видеть, не знать. Не знаю. Ну, а мы-то живем у нас вокруг все, ладно ли? Да-то соседи. Ну, выбери момент, может, хоть пару слов можно будет сказать. Утишить. Дальше. Первое царство, 25-23. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила с эти сосла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. Тридцать четвертый стих. Эта же глава. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я бы не оставил, я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене. Был такой человек Навал, много овец. Приезжали люди, поэтому у него пришла там Мария Ра или какая-то там продуктов навезли. А рядом Давид. Везде овец воруют. Сегодня и везде. А тут Давид со своим, ну, не войско, ну, около тысячи-то у него было. Потому что расправиться он уже 400 человек от себя отправил. И женщина, узнав, что им отказал дать ее муж, Мог, много вас тут шатается, которые бегают от своего государя. И Давид сразу сказал, я бы охраняю, у него ни одна овечка не потерялась. А я бы здесь в горах и есть нечего. Оборужайтесь. И она, когда услышала, бросилась на встречу, нагрузила. Я вчера говорил об этом, об именах. Вчера я проповедь сказал. Что наше имя означает? Надо понимать это. Одна буква у Авраама. Что изменило всю жизнь? Авраам? Авраам что? Странник. Ну, то есть, по-нашему, бомж. А от буквы добавили? Отец множества. И цари земные эти будут показывать. Сара – это владычица. А Сара – владычица всего мира. И как Бог меняет имена. И при том, Яков был подножку дающий или обманщик. А теперь Израиль тебе имя. Израиль два перевода имеет. Видящий Господа и борющийся с Господом. Два одинаковые. Вчера все много об этом говорено было. Ну, чтобы вы знали о чем. И вот про это и говорится. Она поспешила скорее, а он уже с войском идет. Я бы до утра никого не оставил. Домощащихся к себе истреблю. Не пожалеешь, когда ты царем будешь. Мы знаем, тебя Бог помазал. И ты, прости за выражение, погонь возьмешь на себя. Слово «Навал» ты знаешь, что он означает? Безумные. Вот и Навальный, откуда они все это идут? Смытьяны. Это прямо фамилия говорящая. Никогда не поддержите смытьянов. А вот мы давайте пойдем в митинги. Митингу и здесь. Здесь. Бог попускает. Без боли Божий волос не пойдет с головы. И тем более такая беда, такой мор на всю землю. Ведь речь идет о очень ужасных событиях. Мы еще только кромку их коснулись и застонали. Не бойтесь. Ничего. И главное это принести покаяние, прославить Бога за то, что Он до нас запускает. Второе, паралипоменон, 24-5. Эту книгу вообще не трогают. Говорю о том, что торопиться надо. 24-5. И собрал он священников и левитов и сказал им, поедите по горам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год. И поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты. Все разрушилось. Рядом революция. Помните, к нам приезжал здесь Владимир Алексеевич, кажется, Булатов. Белийское, Сибирское общество. Они тут перевод на альуротский язык делают. И там нужны компьютеры. И учатся они. И мы два раза к нам заезжали. Он говорит, а у него, его общество до Камчатки. И он говорит, вы у меня вышли на первое место. А кого тут инвалиды они? Вот видите, какие слова. Уже здесь говорят люди. То есть народ жертвенный. Стараются. Говорят. А сколько людей, когда обратятся из тех, вы участники, приняли пророка во имя пророка. Переводчика как переводчика. Почему мы, когда молимся каждый день и говорим, Господи, перечисляем православных людей. И потом говорим о тех. Вот Макари Глухарев, архимандрит на Алтае. Он один из переводчиков Ветхого и Нового Завета. Его преследовало церковное начальство. И он рано умер. Его там буквально растерзали. Не давали, не пропускали, чтобы Слово Божие. И Филарет. Вот они двое канонизированы. Но я еще молюсь и об Иерониме Стридонском, который перевел с еврейского на бульгату к католикам. И говорим, и все переводчики священного писания, молите Бога о нас. Мы каждое утро их поминаем. Если вам, я говорю, к сердцу, примите это. Даже имена не зная. Ведь они открыли нам. Мы же не знаем ни еврейский, ни греческий, ни арабский. А это все, все переводы сравнивали, постоянные. И потом, как святые отцы это место понимали. Посему лучше нашего перевода синодального, 1880 года. В мире не было перевода. Это я докажу любому в течение этого полчаса. Какие переводчики были. Дальше. Еще открытый один раз. Псалом 118, 60 стих. Еще напрягитесь немножко. 118 и 60 стих. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Вот мне надо спешить. И не медлить, соблюдать заповеди. Вот некоторые говорят, глаза не глядят. Купите то, что в интернет выходит. Там компьютер или что. Там Библия вся насчитана моим голосом. Моим голосом насчитано 12 томов златоуста. Ты только кнопку нажал. И дальше на кухне что делать? Стирай. И я тебе буду считать рядом с тобой. Житие 12 томов. Добротолюбие 5. 50 томов насчитано. Они сохранились. И они нашлись люди. Там один нашелся Андрей. Из Америки. И разбил как поскольку. И отдельно выставил. Люди незнакомые нам приходят к нам. И за последнее время. Я не могу сказать, что это без Бога. Только Бог каких дает. Такие представители этого образа жизни. Что как можно больше. Программисты. До этого никто не касался. А сейчас буквально на весь мир растянули наши сокровища. Как легко все это брать. Как легко заучивать. Где это звучит. И еще. Притча 28. 20. Притча Соломона. А Экклесиас это проповедник переводится. Тоже Соломонова книга. 28, 20, 22. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть. Тот не останется ненаказанным. Спешит разбогатеть. Это погибель яма. Как? Нахватали? А теперь посмотрите эти миллиардеры. Еще с ними делается. Никогда никому не завидуй. Пусть у тебя будет сухая корочка хлеба. Но она заработанная тобой. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделают неправду. Спешит к богатству завистливый человек. И не думает, что нищета настигнет его. Не спешить. Что есть. Богатеть человек может. И богатый Господь приветствует, который много жертвует. А почему? Тебе корову дали. На свадьбу подарили где-то. Через год у тебя может быть уже телочка. И так же года в год он передает, не колет. Богатство так и прирастает. У нас брат Игорь имел так же, как все полгектара земли. Вот в этом году у него 1200. Вот 2400 раз умножилось где-то. У него сейчас почему? Есть такая поговорка. Ласковый теленок двух маток сосет. У него ни с кем вражды нету. Вот настолько к нему расположен. И дети в него такие же. Что бы ни спросил, никогда не скроешь. Снимаешь, а не он как-нибудь. Он говорит, почему, сколько горюча, сколько тратит на комбайн. Я сяду с ними, езжу его в Терентью. В конечном университете там есть. Да имена такие Терентья, Еремия, который второй. И дети такие же. Приучайте детей из своих. Так же вот жизнь. У нас есть люди рядом с нами, с кого можно пример взять. Никогда ни разу не было, что он прятался там или как-то. У него все открыто. Что-то неладно было. Я виноват. Вот там не подлили. Купили позапрошлым году они комбайн. 10 миллионов фактически. Я сейчас пришел и спрашиваю, где все средства направить туда. Он говорит, я думаю, второй купить. На одном не успеваю. Вот как Бог благословляет. И ворованного у него ничего нет. Ни грамма, а наоборот. И вот он где-то обманул, утащил где-то. Ну я что сделаю? Делали. Не успел заплатить или там упал это. Для коров делал. И шпал. Все рухнуло. Ну что сделаешь? Вот такой человек он оставляет пример. Труженик. Когда спят, даже батюшка напротив живет. Говорит, не знаю. Наверное, до самого утра. Дальше. Прича с Соломоном просчитали. Экклесиаз 105.1 было? Считали. Так. Не было? Было, было. Было. Так, теперь еще раз пройдемся. Лука 2.16 это другое. Еще три места. И закончим. Это практически ко всему прилагатель. Спешить везде надо, кроме молитвы. И Слово Божие читаешь когда. И поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Поспешили. Я как будто первый раз увидел, что пастухи с поля поспешили. Я это слово внимания не обращал. А Бог сказал мне, а мало того, сейчас пока что они уйдут. Мы его не встретим. Ну, разное. Почему поспешил? Сказали куда-то. Ну, я один раз натолкнулся, вот человек один. Я что-то не знамок, и могу на улицу не выходить. Зашел один человек ко мне. Я говорю, ты не можешь бы воды принести? Воды нет. А можно я в другой раз. Так это вода. У меня пить нечего где-то. Ну, в другой раз. Я приду, принесу. Так некому будет носить тоже. Еще прочитаем. Деяние 22.18. И увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Вот видите как. Бог знает, мне разницы нет. Примут, не примут. Я не знаю людей. И Павел не знал. Так Бог сказал, не старайся, бесполезно. Выйди скорее из этого города. У вас в жизни, если вы будете благовествовать, будет такое. Евангелие даем. Не берут. Да отстань ты. А которые на работе, видимо, предупреждены. Взятка это очень дорого стоит. 15 лет раньше давали. И тому, кто давал, это посреднику. Но книга во взятку не входит нигде. Ну, катается она в жемщик. Да у нас нет такого в жемщик. Библия. Так, второе. Фестерникинство 2.2. Еще два места и все. Это я удерживать вас пытаюсь. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания. Как бы нам не посланного. Будто уже наступает день Христов. На меня многие нападают. А их, которые люди знают, говорят им. Которые прям известные на весь интернет. Ну, я услышал такое. Зачем ты спешишься? Тут загляни наши книги. На собрания. На проповедь. А мне сказали. Но Бог не будет судить, что сказали и кто сказали. Они отвечают за свои слова. А ты поверил. Не спешите колебаться умом. А другое дело, когда человек просто, ну, не нравится. Другое дело мешают проповеди. А порочи, чтобы ничего не принимали. И я несколько лет одного не отвечал ни одного слова. Сейчас бежу, на него лавиной пошли. Его разоблачили. И что у него там идет? И там было сметает все на пути. И я ни одного слова не сказал. Один из наших, который был, такие пакости, это говорит, невыносимые. Все это из моих роликов составляет всячески. А люди, я посмотрел 475 комментариев под этим, которые он выставил. Ролики там меня таким страшным показывают. И только два человека его похвалили. Остальные против него. То есть он вызвал на себя эту лавину. Вот и все. А теперь хочу, не хочу. Я по нему не должен молиться сильнее. Бог знает. Но скажет, а вы верите, чтобы покаяться? Об этом человеке не верю. Не верю. Я просто зримо ощущаю, он похудел Духа Святого. Он все православие, все везде позорит, неизвестно как. Был у сектанта, и ее оттуда выгнали. То есть он забыл, что у него одна жена. И еврея 6.1. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. К совершенству. Для этого нужно много считать. Чтобы реки потекли, надо моря черпать. Итак, что мы слышали, все взято отсюда. Без повреждения единого слова. Спаси Христос, брат. Простите, что я вас задел, но по-другому нельзя. Потому что, чтобы научить практически выполнять, нужно время. Богу нашему. Слава во веки. Аминь. Аминь.